Неудобно вот это вот, когда одновременно и сезон новый стартует, и презентацию крупную проводят. Такой расфокус, то ли играть, то ли видос делать по презентации, сложно в общем. Но, так или иначе, 18 сезон Добыча уже в игре, и доступен всем игрокам, купившим королеву-ведьму в делюкс-издании. Эрамис вернулась. Точнее, ее вернули оставшиеся отряды Эликсни, освободив из той ледяной стазисной тюрьмы, в которую ее заковал Страж в финале Дополнения за Гранью Света. Эликсни часто называют космическими пиратами, и в этом сезоне Банжи оторвались с этим определением по полной. Кетчи падших превратились в настоящие корабли, палубы которых усыпаны золотом. Напарники называют вас капитаном, поют матросские песни и разливают горячительные напитки. В общем, разработчикам явно понравилось настроение подземелья Тиски Алчности, и они выкрутили это настроение карибов на максимум. Ну а мы и не против. Но сначала давайте дадим немного времени спонсору этого видео, и потом продолжим. Сегодняшнее сообщение от моего старого и проверенного спонсора сервиса Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождении рейда, получении заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева Ведьма с ее сезонами и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду Трипл Вайп, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы. Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Падшие и Кабал объединяются, ищут сокровища, ну а мы в свою очередь собираем свою команду, в которую входят Скиталец, по которому мы успели соскучиться, Паук, Митракс и Эйда. А по ходу сезона нам даже придется прокачать свой экипаж и набрать в отряд других Эликсни, которые будут давать нам ваф и дополнительный лут в новых сезонных активностях. Кстати, о них. Первая активность сезона называется Атака на Кетч, базовая активность на шестерых, которая по сути является штурмом Кетчи на абордаж. По духу очень прикольно, но вы знаете, что я такие сезонные повторяющиеся активности вообще-то не особо одобряю, так что погоняем пока не надоест. Еще есть другая активность, в этот раз на троих игроков, экспедиция. Это уже больше похоже на открытое публичное мероприятие. Тут мы крадем добычу в виде энграм, грузим их в телегу и сваливаем в закат. А падшие между тем жрут золото, жрут снег, и мы им жрем... повторяющиеся механики. Ну а в качестве еженедельных миссий тут задание пиратское логово, в ходе которых мы пробираемся в схроны пиратов и вытаскиваем оттуда могущественные реликвии, которые их предварители там прячут. Воровать украденное, это мы одобряем. Теперь о том, что мы будем зарабатывать, а не воровать. Новые награды. Несколько сетов брони в стиле бродяг, пиратов и бичар, сет брони в Эверверс, которые являются частью коллаборации с Фортнайт, о ней мы еще поговорим в отдельном другом ролике. Кстати, этот сет не обязательно покупать за серебро, он будет доступен и за пыль в течение сезона. Три новых экзотических фрагмента брони, перчатки, ядромет точечного контакта на Титана, уничтожая цели с помощью раската грома в ближнем бою, вы восстанавливаете энергию ближнего боя. Когда вы используете раскат грома, находящиеся поблизости цели получают удары молнией. Под действием усиления, дальность этих ударов увеличивается. Шлем на Варлока, падшая солнечная звезда. Создаваемые вами ионные следы движутся быстрее и дают больше энергии способностей. Находящиеся поблизости союзники, также получают энергию способностей, когда вы подбираете ионный след. Нагрудник для охотника, броня Кречета. Ваше оружие ненадолго получает бонус к урону, когда вы выходите из состояния невидимости. Побеждая противника с помощью добивающего приема в состоянии невидимости, вы накладываете на себя и находящихся поблизости союзников резервный щит и ускоряете восстановление классовых способностей. Эти резервные щиты можно использовать, применив классовую способность. Станет ли какой-то из этих экзотов обязательным для какого-то нагибающего билда, будем смотреть. И если окажется, что да, тогда и поговорим о нем отдельно. Получить их можно, как и прежде, в затерянных секторах на повышенной сложности. Экзот сезона же в этот раз довольно любопытный. Это плазменная винтовка «Изысканная могила». У нее необычный режим стрельбы с вертикальными или горизонтальным разбросом, плюс возможность создавать ионные следы, что делает ее интересной в связке с электрическими подклассами, которые обновили в этом сезоне. Кстати, о нем я тоже постараюсь сделать отдельный ролик, надо все же покопаться в аспектах и фрагментах, но пока что главное, что бросается в глаза, это большой буст к скорости геймплея в этом подклассе. Как писали Банджи, они сделали игроков настолько быстрыми, насколько того позволяет анимация бега. У охотников появилась новая ульта с метательным посохом, который вонзается в землю и наносит постоянный урон молниями по рядом стоящим противникам. А Титан научился стрейфиться в сторону, но только по земле, не в воздухе, что выглядит довольно полезно с точки зрения мобильности. Также Титаны получили новый вид рукопашной атаки, который бьет противников электрической энергией на расстоянии, но прежде ее нужно сначала зарядить. Ну и да, рейд из первой части – Гибель Короля. Мой любимый рейд за все время игры в Дестине. И вообще, именно с него, по сути, начиналась история канала в каком-то смысле. Так что я вроде и рад, а вроде и ревностно отношусь от того, что теперь это часть современного контента, а не какое-то теплое воспоминание из прошлого. Но если притушить эмоции, я завидую тем игрокам, кто увидит этот рейд своими глазами впервые и испытает все его вызовы на собственной шкуре. Рейд станет доступен всем игрокам бесплатно уже в эту пятницу, 26 августа, в 8 часов по московскому времени. Среди наград рейда сеты брони, которые тоже выглядят просто безумно круто, оружие и экзотическая винтовка разведчика Touch of Malice, которая в первой части была довольно популярна именно как рейд-оружие для прохождения того же рейда. Ее перк позволял стрелять последним патроном в магазине бесконечно, но каждый выстрел ранил при этом игрока и отнимал здоровье. Возможно, этот перк переработают, так что крайне интересно на это посмотреть. Будут по рейду гайды, будут обзоры, все будет. Особенно, если ты подпишешься на мою страницу Boosty, поскольку YouTube больше не монетизируется, все зависит от зрителя и моей наглости в чистоте рекламных интеграций. Так что спасибо всем, кто там подпишется и поддержит канал. А я пока прощаюсь. Услышимся в следующем ролике.